Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Ириш, давай сегодня поговорим про болезни. Вот спроси любого человека, который стоит в очереди в поликлинике, зачем ты включил в себе эту болезнь? И все скажут, дура, пошли вон отсюда. Ни один человек не согласится с тем, что запрос на болезнь в нем. Ни один. При этом, если взять уже более-менее продвинутых юзеров, тех же самых психологов или психотерапевтов, они четко уже знают, что такое психосоматика. На эту тему написано много трудов. И все-таки наука говорит, что да, эти процессы запускает психика самого человека. Смотри, какой разрыв. Казалось бы, в очереди в поликлинику стоят интеллигентные люди, не тупые вроде как. Жизнь прожившая. Развитые вроде бы. Развитые, но они стоят в очереди в поликлинику. И любой из них скажет, что ты чушь говоришь. И с карточкой валит дальше. Спасите, помогите, ищу того, кто мне поможет. И при этом ни один из этих людей даже не готов разговаривать на тему, что запросы в нем. Просто не готов. Просто глухая стена отчуждения, которая говорит, ну, тут можно поспорить. В объективной реальности это не так. Вопрос тогда, зачем ты создаешь эту объективную реальность, где ты врешь себе, что это не так. Ведь это же ты врешь. Ведь это не кто-то врет тебе. Это ты врешь. И видишь, какое дело. Мы упираемся вот в эту стену, когда мы говорим об этом человеку напрямую, вслух показывая вот эти косяки. Что делает человек? Человек изворачивается, лжет, говорит, что вы плохие, вы злые и так далее. Более того, меня сегодня вот в шок поставил чат, который был. Вот просто в шок поставил, потому что человек, который опирается на наши же формулировки, когда мы говорим, ты смотришься в зеркало другого человека. А если зеркало преподнесло подарок? Вот украл и преподнесло подарок. Ну, вот смотрите. Это вчерашняя история, когда человек скачал нашу книгу где-то и принес чат прямо там, где мы находимся. И говорит, давайте я обменяю эту книгу на другую книгу. Я ее уже раз украл, и сейчас еще поменяюсь, и еще раз украду и так далее. И ждал, какую реакцию от нас. Но мы-то видим, что ты сейчас врешь не нам, ты врешь себе. Ты смотришься в свое зеркало. В моем зеркале есть вор, и мне плевать на этого вора. А у тебя в зеркале, тебе кажется, что ты споймал жарптицу за хвост, а на самом деле ты получил глухую стену. Ты обманул сам себя, на самом деле. Ты запутал сам себя, закружил сам себя, и эти знания тебе будут работать во вред. И потом ты будешь говорить, что на тебя навели порчу, когда у тебя геморрой на жопе выскочит. А он выскочит, он не может не выскочить. А знаешь, почему геморрой? Потому что человек ворвался в чат, накакал, и потом напоследок еще перднул, типа секта, и убежал. Это вот как в анекдоте в этом, когда водитель автобуса ждал, автобуса ждал долго. Не автобуса, опаздывающего пассажира. Да, бегущего пассажира из автобуса. Он бежал, бежал, вскакивает, кашлянул, перднул, застыдился, выскочил из автобуса, и этот водитель говорит, и зачем ждал? То есть вот здесь та же самая история. Понимаешь, ровно сработала задница. Так это задница же и придет в жизнь. Потому что воровство, потому что человек не видит, это он не понимает. Но это настолько человек. Да, человек считает, видишь, вообще даже и близко не, вот эту главную суть, как ты себе срешь в жизни, вообще не видит. А ведь именно эта суть, как ты себе срешь в жизни, ты потом видишь в очереди в поликлинике. Да. И по диагнозам можно судить. Вот этот насрал здесь, а этот насрал здесь, а этот насрал здесь. Поэтому диагнозы такие разные. И при этом даже вот есть в моменте, когда мы человека останавливаем, мы говорим, Так, стоп, 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 а что ты сейчас делаешь? И человек хлоп, просто изменив внимание, перенаправив внимание, хлоп, у него болезнь отступает. Почему? Потому что он привык так автоматически поступать. И в тот момент, когда так хлоп, а точно, а почему я так поступаю? Я же сейчас вру себе, я же сейчас наношу удар по своему телу. Причем ударом по своему телу мы наносим же не только враньем. Язвительностью, злостью, агрессией, виной, обидой. Любыми искажениями вот этими. Как мы вчера учили состояние Создателя, да? И для каждого открытие. А ведь, когда мы даже просыпаемся, мы далеко не в этом состоянии. Хотя мы все даже в тренировках мы создаем. А ты вот вчера мог сравнить, с какого состояния ты создаешь, а с какого состояния идет создание. И это небо и земля. Просто осознанно подойди. Это просто. Это для нас с тобой просто. Это для нас с тобой просто. Мы потому что мы осознаем вот эту главную суть. Как оно все строится. И как, вернее, даже не как оно все строится, а как мы сами все это строим. Вот. Но смотри, как человек, когда мы ему подсвечиваем самое ценное, самое ценное, да, подсвечиваем. То есть, по сути своей, вот человек накакал, грубо говоря, да, и мы его подсвечиваем. Смотри, ты себе накакал. И человек тут же кричит. Секто. И убегает. Да, смотри, сейчас скажу. То есть, человеку становится больно. И он начинает говорить, что вы... Больно своего дерьма. Так он этого не понимает. Он же слышит от нас. Мы его тыкнули носом, получается. Ну, правильно, ты нашел в штаны, тебе сказали воняем. Да, 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 да. Нет, должен сказать, все должны отворачиваться, типа не видят, да, и ты ходишь воняешь. Это благовоние королевское. Да, 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 да. Понимаешь, и вот когда мы говорим в яблочко, человеку больно, человеку стыдно или там... Ну, стыдно не люблю, это слово больно становится, да. И человек эту боль, он выносит на нас, что вы сказали больно. Но ведь подожди. Это же скажи, осознай спасибо в этот момент, благодарность нам, что тебя на боли подхватили. А ведь это может стать твоей болезнью, а тогда это уже гораздо дальше от боли, болезни, да. Потому что боль, если тебе больно, значит, ты живой. Жизнь, потому что боль – это жизнь, да. То есть ты чувствуешь себя. А вот болезнь – это уже игра. Это уже игра, только, знаешь, как крыло. Так вот ты, когда почувствовал боль, что тебе подсветили, так, может быть, осознай благодарность, да, и перескочи не в сторону болезни, секта, или вы плохие, а перескочи, блин, благодарность. Ну, смотри, вот есть моменты, когда человек, вот этот момент, когда он реально опорожнил кишечник публично, и при этом считает, что это норма, да. Таких моментов очень много. Потому что считает, что тут хорошо все сделано. Что он хорошо все сделал, да. И потом этот же его кишечник содержимое, потом ему к заднице и прилипает ровненько, да. И ему же потом и болит, и холодно, и мокро, и вонючее, и так далее. Да, мышцы, да. Но, смотри, вот этот момент сам, опорожнение, человек не замечает, не замечает, потому что он скопировал это со своей семьи. И у каждой семьи есть свои такие вот моменты опорожнения, у каждой. И ключевые моменты, которые приводят к заболеваниям, ключевые моменты, это вот наша задача человека, человеку подсветить. Когда человек будет это знать, просто потому что ему это подсвечено, ты посмотри, как это работает, вот как механизм. Да, и ты можешь выбрать. И ты можешь выбрать, ты можешь так поступать, или можешь вот так поступать. И вот эти моменты, это даже если, например, жена это видит, она уже может подсветить у себя, у мужа, у детей. Понимаешь, это уже вся семья оздоравливает. Конечно. А если это вообще пойдет в наше общество, то в какой-то момент это станет не принято в обществе. Вот такие проявления человека. Не должно быть принято в обществе, например, воровать. Вот смотри, в Беларуси раньше человек находил кошелек на улице, еще что-то, и он забирал это себе. И ему найти милиция не могла, и он там эти деньги присвоил, и все. На сегодняшний день стопроцентная раскрываемость, когда видеокамеры, когда все как в Сингапуре, и твое вернется к тебе. Но если ты взял, ты будешь сидеть в тюрьме, потому что на тебя возбудят уголовное дело. Ровненько так же работает наше подсознание. Ровненько так же. Ты не спрячешься от него, ты не сможешь съесть сало ночью, чтобы Аллах этого не знал. Нету такого момента. И ровно так же ты перед собой будешь представать за то, что ты взял чужое. Казалось бы, это все мое, весь мир мой. Ты же сам запросил игру в познание. Не я в таком варианте. Это твой запрос. Либо ты осознаешь этот запрос и аннулируешь его, и тогда эта игра не развивается дальше. И тогда можно свернуть любую. И с уважением относится и к себе, и к тем людям, у которых ты, ну, к кому относится это, то, что ты разносишь. То, что ты разносишь. Мы же с тобой прекрасно знаем, что это все делается за спиной, да? Это делается. Но это их проблемы, это их болезни, но при этом у них благодаря вот этому случаю есть возможность... Это увидеть. Увидеть, что вот почему ваша болезнь продолжается, вот почему у вас неудачи в жизни, вот почему у вас продолжаются... Проблемы с деньгами. Проблемы продолжаются. Это ваша игра. Просто вот эта история в чате, она на самом деле вот как минус, так и плюс подсветила, да? Как возможность, вот человек... То есть стало очевидным. Человек накакал сам себе, да? Вот этим распространением. Просто уже под носом даже, понимаешь? Ну, совсем уже. Ну, там подсветилась еще одна история. Ведь человек, первоисточник, я человеку доверяла. Там все глубже значительно. И человек уверен, что я этого не знаю. Но я это знаю. Так в том-то и дело. Я ничего не буду с этим делать, потому что ты разберись со своим подсознанием. А тебя просто в моей реальности нет. Это была моя ошибка. И я благодарна себе за прожитый опыт. Я эту тему для себя закрыла в искренней благодарности. А какая книга была там? Ну, я же эту книгу дала человеку, отправила на вычетку. А, сейчас до меня только дошло. Точно. Поэтому это старая история. Я благодарна, я закрыла эту структуру. Ух, очевидно. Поэтому это все, понимаешь, даже, можно сказать, запрос игры был во мне. Ты понимаешь, какой запрос, чтобы увидеть? Чтобы увидеть. Тем более, это перед курсом запроса, где мы же можем делиться с людьми только тем опытом, который прожили сами. Пойми. Если мы это не прожили и если мы это не осознали, то это же наш запрос. Да, конечно. Я это все понимаю. Точно так же, точно так же в человеке сформирован запрос на другую болезнь. Более того, эти запросы можно систематизировать в наблюдении. Если бы у нас не было в зеркале таких историй, разве мы могли бы написать эти книги? Конечно. Разве у нас были бы эти приключения? Этих не было, да, да. И тут ничего не было. И тогда вот завтра будет программа решения проблем. Опять люди регистрируются, задают вопросы. Как ты можешь решить проблему, если ты не осознаешь запрос свой? Твоя проблема не будет решена, если ты этот запрос не осознаешь. А его надо мало того, что осознать, его надо закрыть, нивелировать все это дело и создать новое на это дело. А как это делать? И человек садится, как, как, я найду психотехнику? Ни одна психотехника не работает. Здесь работают состояния сознания. И это ключ инфодайвинга. Почему нас никто не может повторить? Вот садятся и просто по обезьяне начинают повторять сами психотехники. Но работает у тех, кто работал с нами. И у кого переданы вот эти состояния сознания. Кто грузился, кто тренировался, кто наработал эти состояния сознания. У кого именно состояние сознания построено на искренности с самим собой, на честно. Вот это настолько глубиннейшая суть, которую осознать надо вот всем тем воришкам, которые где-то как мышки так шу-шу-шу-шу. А это глубиннейшая суть. И потом не плачьте, не кричите, почему? Или там как... И не пишите потом, что вот мне не помогла там ваша эта практика или мне там то-то. Но это вот все построено на этом, на вранье самому себе. Заметь, первая книга, белая которая, там где мы, надсознание, там где мы проходили надсознание, да, там где мы шли от платформы, на платформе. На каждой платформе у нас стоял ключ допуска везде. И мы сперва не понимали, что такое ключ допуска. Потом для нас это стало естественно. Но мы шли там на силовой части, на пролом. Интерес, фу, идем, интерес, фу, идем. Надсознание мы прошли на интересе. Но везде был ключ идентификации. Мы эти ключи описали. А когда мы вышли в глубину подсознания, такой прямой идентификации не было. Хотя везде был глаз. Который вот глаз, и ты через глаз проходишь. Если ты проходишь, тебя пускают на следующий уровень, который ты дальше тренируешь просто мозг, чтобы его взять. Если глаз не пускает, то ты просто стоишь у стены и чистишь себя. Это значит, твое зеркало мутное, глаз тебя не видит. Твое подсознание тебя не видит. Потому что ты грязный. И получается, любая грязь, любая грязь. А что такое грязь? Это ложь самому себе. Никому-то ложь. Это неискренность самим собой. Вот эта вот грязь, она просто делает этот глаз мутным. И все тебя, твое подсознание, не видит, не слышит. Тебя для него не существует. Ты для него белый шум. Вот помнишь вот это состояние, когда слышишь? Вот куча, когда ты на коллективное вышел, и куча людей. Запросы в головах. Они все молятся. Спасите, помогите, мне это надо. А у тебя восприятие такое. Просто шумы. Телевизор включенный, да? Помнишь, когда ты там там бережка? Да. Вот. А единицы – те, кто валят в интересе. И вот этот вот интерес с искренностью абсолютной, стопроцентной искренности. Вот это суть. Суть. Ты от Аллаха и от Бога не спрячешься. Только эти голоса слышны. Причем искренность, смотри, там же даже вот в этих состояниях было видно искажение искренности, да? Когда человек, например, вот я это, я искренне это хочу получить, но мне это выгодно. Но, да. Как только мне это выгодно. Как только но появилось уже. Но. Фу. Вот тебе. Да, да. Так это суть. Смотри, на самом деле вот кто-то нас сейчас даже слушает, а кто-то там до этого. Ой, они жадные. Так вот это не о жадности. Это о ценности. Жадность и ценность – это разные вещи. Вообще. Это о ценности, об уважении, во-первых, себя, во-вторых, с кем ты общаешься, да? Это об уважении труда чего-то, да? А вот как раз-таки кто говорит о жадности, что здесь жадность? Вот как раз-таки здесь уже не ценность, а вот здесь как раз-таки жадность. Жадность и от жадности я буду воришкой, я буду но делать, да? Оно буду делать, вот эта жадность. А здесь как раз о ценности, об уважении. И вот если бы эту ценность и уважение мы осознавали, да, и испытывали к себе, имели бы к себе, и мы бы просто не смогли бы не иметь этого же к другим. Потому что если мы ценим и уважаем себя, мы никогда в жизни не сможем не уважать и не ценить другого. Это точно так же, если ты умеешь, умеешь там писать, ты можешь научить другого писать. Если ты не умеешь писать, ты, ну, никак ты не сможешь. Ты будешь только изворачиваться и придумывать что-то вот эти... Типа я пишу. Да, типа пишу. Вот суть, суть, глубиннейшая суть. И поэтому, на самом деле, благодарность вчерашней переписке в чате. Нет, меня сегодня многие вещи повеселили. Но я не словила того, что... Я сейчас только до меня дошла книга какая... Я тогда просто у меня в шоке было. Ну так даже сама книга, я тогда увидела, какая есть книга. Я только сейчас, я уже зрительно вспомнила. Я знаю, что только одна книга была отдана, и эта книга появилась. Вот это вообще бомба. Я, видишь, вчера мы с тобой не успели об этом поговорить. Ну, это как раз, смотри, это же случилось за день до курса, когда мы будем объяснять людям, как формируются запросы. Мы просто на своем прожитом опыте мы это можем разложить и дать в состояниях сознания. Именно в состояниях. И вот на самом деле, да, вот в состояниях сегодняшний курс и завтрашний курс, да, это есть как возможность, вот, возможность человека, ну, наверное, скажу так, высоко, да, но это действительно, это действительно, я знаю, это так, исцелиться в моменте. Просто, а всего лишь исцеление происходит в мозгу, когда ты внезапно бах, и все шоры спадают, и ты становишься, да, и ты становишься искренней. То есть ты четко видишь прямой путь, а не свои вот эти искаженные. То есть ты живешь вдруг так. Хитрость, хитрость, хитрость. Да, да. Хитрость, лживость, это то, что приводит человека к отрицательному результату. Не будет результата где-то есть. Не будет. И мы все лазеечки знаем, мы их видим, мы их знаем. Вот просто знаем, но мы уже давно, они веселят. И при этом мы наблюдаем, как жизнь у этого человека происходит. Все, вот, очевидно, вот оно на ладошке. Но просто здесь мы уже не могли промолчать, потому что уже совсем человек пришел в чат и сделал ляпс. Не, ну это ладно. Сделал и сделал. На самом деле мне даже была интересна реакция людей. Да, да конечно. Мне было интересно наблюдать абсолютно за всем, что происходило. И более того, я вдруг словила одну штуку в себе, которая для меня ключевая. То есть вот был момент такого великого человеколюбия, когда я говорила, ну этот же человек вырастет, надо ему дать шанс. Но вот этот же человек все-таки, ну наверное, там есть хоть какой-то искра интереса или там искра какой-то трезвости, какой-то рассудка, да. Пускай даже холодного вот этого. Ну чуть-чуть есть. Но вот сегодня утром, когда я вот этот момент прокрутился, полностью вся история перед глазами прокрутилась, а она получается, она во времени получается трехлетняя где-то. Вот. И я же ее не отслеживала, потому что я была на доверии к человеку. И вот в какой-то момент у меня так хлоп, и я понимаю, Наташа, ты свое человеколюбие? Мир должен разделиться на три касты. На три касты. И они будут. И это говорит разум. И он будет делиться естественным образом. И поэтому ты никогда из клетки кишечника не сделаешь клетку мозга. Успокойся. Мало того, так это глупо. Это глупо. Это глупо делать. В том-то и дело, потому что если все станут под одну гребенку, игра исчезнет. Игра исчезнет. Только трехточечная система. Поэтому есть движение. Мало того, эта трехточечная система, именно она дает возможность развитию любой игре, любого направления. Потому что это начало трехточечной. Если ты уже поимел вот эту трехточечную, то есть у тебя появилась трехточечная система, дальше человечество идет уже в своем... Ну, человечество я большим образом, да? Человек, пускай. Смотри, эгоум выше я возьмем, да? И дальше уже человек идет просто на своем. На своем том направлении, которое он осознал при вот этой вот выборе, когда трехточечная система у него появилась, да? Личность. Все. И тут ты уже будешь. Дальше ты хозяин своей жизни. Не пеняй, не виняй. У тебя все возможности есть. Куда ты пойдешь? Точно так же и с людьми. То есть всегда будет трехточечная система. И это трехточечная, это есть начало. Начало жизни. Поэтому... Дальше уже это зависит от уровня развития, от интеллекта зависит, от всего. То есть насколько ты искренен сам с собой. Вот опять мы приходим, каждый раз мы приходим к искренности. И эта искренность, это и есть тот самый бог, от которого ты не спрячешься. Просто не спрячешься. Как бы ты себя не выкручивал, не обманывал, ты не спрячешься от своей искренности. Не спрячешь, потому что будет больно. Потому что искра это и есть жизнь. Да. Искра это и есть жизнь. Пока есть искра, ты живешь. Если искры нет, ты не живешь. Тебя нет. Тебя нет. А уже в каких зеркалах ты отразишь, в какой кривизне ты отразишь. И как быстро ты ее заглушишь. Так ты и будешь жить. И поэтому вот когда в поликлинике видишь очередь, ты понимаешь. Это все про искренность самим собой. Вот какая у вас была искренность, такие диагнозы у вас и стоят. На самом деле даже... И какая была ответственность. И какая ответственность. И на самом деле даже вот к этой очереди в больницу есть образ. Определенный образ, если взять по образу и подобию тела. Но этот образ я не скажу. Да почему уже? Не буду. Пускай останется догадка. Потому что если взять по образу и подобию тела, оно становится очевидным. Если люди стоят в очередь в больницу, в поликлинику, куда они направлены? На выход. На выход. Очевидно. Да. Это значит, жизнь уже отработана. И это тоже надо. Потому что каждый заканчивает по-разному. Сейчас очень интересный вывертыш будет наблюдаться. Вообще вот все, что касается здоровья. И смотри, понадобилось 200 лет, чтобы люди уверовали в медицину, как в Бога, в спасение. 200 лет понадобилось. Потому что еще 200 лет назад этой веры не было. Ни в лекарства, ни в целителей, ни в кого. Их могли казнить, миловать, считать шарлатанами и так далее. И лишь последние 200 лет медицина, она просто вышла. Хотя еще 150 лет назад товарища, который ввел гигиену, заставил мыть руки, отправили в дурку и там запытали электрическим током. Смотри, насколько шагнула за это время медицина вперед. Так вот, самое интересное, что сейчас вот этот вот пик веры в медицину, и он сейчас, часы переворачиваются, и сейчас будет в обратную сторону дорогу. Развенчание. Сейчас будут такие развенчания. Сейчас вспомнится, вот просто пройдет немного времени. И начнется это, между прочим, с Европы, с медицины Европы. Там вспомнится, как медсестры убивали детей. Там вспомнится эвтаназия. Как под эвтаназию убивали не только тех, кто хотел, чтобы их убрали из жизни, и кто и не хотел. Там вспомнятся протоколы ВОЗ. Там вспомнятся массовые все вот эти вот вещи, когда просто людей массово, особенно возрастных, от 50 и старше, отправляли по этим протоколам ровненько, ровненько, ровненько. Но, более того, этому не будет дана правовая оценка. Не будет. Но это будет вывертыш, который позволит человеку отказаться от применения химических препаратов, даже если они названы лекарственными. Человек начнет возвращаться к психосоматике, к правильному питанию. Он будет брать ответственность на себя за свое тело, за свое здоровье и так далее, и так далее. И человек будет возвращаться к труду, потому что очень много специальностей благодаря искусственному интеллекту просто обнулятся. И мы наблюдаем такие преобразования просто. И эти преобразования, они затронут и воспитание детей, и образование детей. Мы в невероятно интересное время живем. Вот эта матрешка переворачивается. Я вчера на стриме как-то пыталась показать эти вещи, донести, но потом переслушивала и понимаю, это понимаем мы с тобой по подобию. И нам кажется, это настолько... Очевидно для нас кажется. Вообще просто. А человек слушает и не понимает, блин, бред какой-то. Потому что я попробовала одеть на себя обывателя, посмотреть глазами обывателя и понимаю, блин... А знаешь почему? Потому что ум уже настолько спрятал этого человека, разум этого человека. Что просто человек где-то отдаленно его тянет нас послушать, но при этом его выкручивает этот ум с разных... То есть потому что он уже настолько заврался, что он не помнит, не слышит себя и не понимает даже, почему его тянет послушать нас. И при этом автоматически включается секта. И при этом... И пошел. Слышишь? Секта. И пошел. Все, мне сразу стало легко. И не надо думать, знаешь, мозги свои ломать что-то как. И пошел ровно в церковь. Свечку подставил. Искусственную искру себе зажег. И все. Наркоз такой бумц на себя. И пошел. Как алкоголь, как все остальное. Это все об этом же. Да, да, да. Отключить сознание, чтобы не болело. Чтобы не думать. Чтобы не задумываться. Чтобы не включать мозг. Это так сложно. Это такое ощущение. Лучше я посплю. Со свечкой посплю. Слышу, со свечкой. Со свечкой посплю, да. А вот смотри. То же самое решение проблем. Ведь мы, например, в обратной связи находимся с людьми, с кем мы работали на прошлом. Да, да, да. И ты знаешь, мне... Вот есть люди, которые спрятались, которые не дают обратной связи. А есть люди, которые плотно работают. И вот, например, даже сегодня переписывала с человеком. И я заметила, как он меняется. Я заметила, как человек начал по-другому мыслить. Как человек начал заниматься. Как человек начал трудиться. Человек, кстати, работать начал, да. То есть вот эти моменты, они меня так... Я смотрю, что, видишь, еще же, сколько, две недели назад этот курс закончился. Да. А уже у людей есть люди, у кого в голове пересчелкнуло, и они начали двигаться. Но когда они двигаются, их проблема закрывается. И никаких вопросов нету, потому что у них есть эта возможность. Причем мне порадовало, что эти люди не ждут волшебную таблетку. Они реально двигаются. И вчера вот там комментарии, которые читали на стриме, я там некоторые вещи пропускала. Я видела там людей, те, которые были на решении проблем. И я видела, что они пишут. И мне это понравилось. То есть есть движуха, есть реальные решения. Да. Есть реальные изменения. И это круто. Потому что вот этот курс решения проблем, он на самом деле... Там же ведь у нас было, по-моему, много тех, кто не проходил наши курсы, да? Ну да, но там группа была большая. Мы же сейчас людей перебросили. Да, да. Так вот эти люди, смотри, на самом деле, вот это решение проблем курс, я так думаю, что нам с тобой еще один раз. Придется. Ну, то есть не то, что придется. Он нам, во-первых, интересен. Во-вторых, он дает результаты. Смотри, какие результаты. У людей как будто прояснение. Прояснение со знанием. Прояснение происходит, да. Ну, вот смотри. Если брать нас, да, когда мы... Для нас это нагрузочная вообще тема. Да, да. Очень нагрузочная, потому что в прошлый раз, закончив курс, я встала, и я чувствовала, что реальность наша уплывает. Что мы реально... Мы выпадаем тогда. Нам, ну, надо пойти походить, прийти в себя и вернуться. Потому что 20 человек в работе – это очень много. Это очень большая нагрузка. Но при этом, смотри, ровненько после этой программы тема «Время» посыпались камешки. Посыпались, очень сильно посыпались. То есть начали моменты, которые мы не могли долго взять, которые... Вот мы не видели, как это. Мы вдруг их увидели. И смотри, увидели как-то очень простым языком, очень закономерно и очень... Так что даже в книгу «Создатель» мы могли вписать главу на эту тему, потому что это... Ну, реально кирпичи посыпались, когда ты начинаешь осознавать и начинаешь вот именно этими процессами управлять. Это тоже процесс тренировок, еще большой процесс. Но, казалось бы, мы сейчас говорим безумные вещи. Как управлять временем? Время линейно. А уже квантовые физики могут сказать, что время не линейно, четко, потому что одно и то же событие может быть в прошлом и в будущем. Мне очень понравился ролик, вот что прислали, что время движется не только вперед, но и назад. И это доказала квантовая физика. Но если брать вот эти вещи, когда мы еще только входили в психику, мы видели, во-первых, что его нет, а во-вторых, если брать начало движения киноленты, то она действительно может быть в обе стороны. Сегодня квантовая физика к этому приходит, и это считается доказанным. Но мне было прикольно это послушать на самом деле, потому что мы не знали квантовой физики, когда мы эти процессы видели в психике, что это есть. И осознать эти объемы информации мы можем только, когда наше зеркало чистое. А это значит, ты у себя убираешь даже мелкую грязь, которая касается любых искажений. Ты везде пишешь вот этот момент. И даже в чате, вот я сегодня писала то, что я чувствую. Я чувствую, я знала, что человек обидится, не обидится. Конечно, когда говоришь, что вам рано, и вы никогда не станете богом, хотя вы себя им возомнили уже. Но как шимпанзе не станет человеком, так есть люди, кому не дано в этой жизни. Это правда. Клетка кишечника не всегда может стать клеткой мозга. Даже не просто не всегда, она никогда не может стать клеткой мозга. Да, она не может. Она клетка кишечника. Но при этом она не может быть плохой. Она заняла свое место. Конечно. Ну, займи свое место. Иди работай. У тебя есть семья, у тебя есть дети. Займись своей жизнью. Будь счастлив. Проживи эту жизнь по кайфу. Может быть, в следующей жизни ты переродишься в нейрон. А может, и не переродишься. Но во всяком случае у тебя будет шанс, если ты хорошо, достойно проживешь эту жизнь. Проживи ее достойно. В этом нет ничего плохого. Не все могут быть генералейсимусами. Человеку кажется, я же такой хороший. Я вот, смотрите, я же так хорошо. Да нету хороших. Где? Это недостатки образования. Когда обесценивается труд дворника. Да. Кстати, по образованию я тоже вчера прошлась в чате школьном немножко. Потому что когда учителю неинтересно его работа, и он пытается портить нервную систему детям, ну, извините, подвиньтесь, ну, идите, работайте дворником, если вы заняли не свое место. Для меня дороже здоровье моих детей. Мы с тобой вчера положили, да. Доволен ли дворник своей работой? Вообще, меня жизнь дворника не интересует. Если вы пишете, что дети не хотят слушать ваш предмет, не хотят там учить, так это к вам вопросы. Это к вам, что вы преподаете свой предмет так, что ребенок отворачивается. Ему неинтересно. Если вы пытаетесь манипулировать ребенком оценками, то вы же оцениваете свой труд и свой интерес. Вы оценили себя. Если вам неинтересна ваша работа, если вы идете как на каторгу на эту работу, то что вы можете ребенку передать? Каторгу. А ребенок будет отворачиваться от каторги, потому что он в априори счастлив внутри. Это ребенок. А вы ему стараетесь вот это счастье заглушить своим каким-то грузом недовольства, что вы идете на работу, и тогда пишут, и говорят тогда, вот так, а как же, если учителям так мало платят? Но суть. Вы идете, вы все равно идете, вам мало платят, да? Я согласна, что учителя не оценены. Не оценены, да? Они сами себя не ценят. Потому что вы сами себя не цените. Вы все равно идете на эту работу. Так может быть разницу почувствуем. Идти как на каторгу или сделать эту свою работу счастливой, потому что я же все равно хожу. Так это же моя жизнь. Каждый день я, получается, живу на каторге, так может быть я лучше буду жить в раю, и я свою работу полюблю. На все 100% учителя поднимутся. Если будут жить, вот мыслить с такой позиции, что это моя жизнь проходит здесь, и я ее ненавижу, получается. Так я, может, полюблю, как и этих людей. Детей, да? Вот и все. Вся разница. Вот что мы пытались донести в этом чате. Не, на самом деле иногда надо вот сознание спящее, которое зациклилось на том, я такой, я такой, я такой, я такой, я такой, я такой. Да тупой тогда ты, если ты один, один вот только такой. Такой, да. Потому что ты весь целостный должен быть. Весь целостный, весь мир это ты. Или плохой. Если твой мир сузился до норки мышиной, то где бог? Да, вот та же сказка про голого короля, да? Все там аплодируют, король идет голый, все аплодируют, потому что боятся произнести правду. А ребенок, чистое сознание, он сказал, как есть. И все сразу опешили. От этой, во-первых, смелости, а во-вторых, у всех шторки эти упали. Вот, вот для чего нужна вот эта боль, которая приводит в чувство человека, и у человека появляется возможность вернуться в жизнь, а не в трупа, быть мертвым и проживать свою жизнь мертвым трупом, автоматом, роботом. Вот эта боль, вот она, когда пум, и человек осознает благодарность. Все профессии будут хороши, и тогда будешь благодарен, и дворникам. Конечно. А как вы будете жить без дворника? И учителю, и кассирую, и кому угодно, продавцу, кого встретил, тому благодарен. Благодарен за то, что он есть. И вот тогда свет, вот тогда тот самый свет распространяется глазами, вот она любовь, которая распространяется, вот оно здоровье. Да. Когда ты любишь то место, где ты живешь, ты любишь свою жизнь. Значит, ценишь себя и ценишь всех остальных. Смотри, и на этом фоне мы говорим о любви, о ценности человека, и на этом фоне протоколы ВОЗ, когда пойдет вот эта шумиха, как они будут связаны с этим совсем. Ты просто будешь видеть обратную сторону медали. Назовем это тенью, да? Такой же тенью для человека спящего является его подсознание. Да. А на самом деле это не тень, а свет. Это свет разума, который говорит, проснись, 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 вспомни, что ты Бог. Сколько можно уже создаешь эту реальность. Да, спать. Ты в раю вспомни, что ты заснул в раю и снишь кошмар. А ты все приспосабливаешься и тянешь, как этот муравей бревно. Да. Повернись и увидь себя, начни поменять свою жизнь, увидеть, что ты не муравей, ты человек. Ну, тогда надо осознать, что я сам, и взять ответственность, я сам запрашиваю свои болезни. Разобраться со своими запросами. Опять-таки смотри, и вот сегодняшняя тема разобраться, как мы первично выстраиваем эти коллективные игры со своей семьей и с окружением, которое нас потом похоронит. Ведь это же мы соглашаемся вот на такие похороны, да, и это мы соглашаемся, что мы умрем от болезни. Да, да. И это они соглашаются точно так же, как и мы, что мы будем кого-то хоронить и играть в эти игры. Зачем в эти игры вообще играть? Где твои проявления? Есть другие игры. Где ты, создатель? Где? Почему ты себя, как создателя, похоронил? Да. Просто закопал поглубже. Я сегодня ехала когда к тебе, вдруг внезапно, вот просто еду за рулем, и у меня так, знаешь, так солнышко это светит, и вдруг так прямо вот мысль такая в голове, мы как пчелы. Все как пчелы. Вот пчелки летают, смотрите, пчелки летают и пыльцу собирают. И из какого поля собрали пыльцу, такой медик и будет, да. И вот интернет, это та же, та же это. Мы как пчелки по интернету, этому, зависли на чем-то, и пыльцу собрали, и в свою жизнь принесли, и мед сделали. А какой этот мед, да, деготь или мед, мы не разбираемся. То есть, хозяин поставил этот, вот, вынес, ну, домик для пчел, вынес на, допустим, поле рапсовое, пчелки рапсовое поле заберут, да, роботоавтоматы. Вот я к этому, пора думать, пора быть вот этим. Потому что ты сам выносишь свой улью. Да. И ты сам полностью определяешь свою жизнь человека. Ну ведь, смотри, это же очевидно, ты сам пришел в эту жизнь, ты сам набрал эту жизнь, ты сам получил образование, ты сам... Все, сам, но при этом переложил все. Тебя им благодарность. Все. А ты на них выносишь ответственность, как только ты выносишь на них ответственность, все, ты в провале, ты смертен. Ты прячешься. Если ты сможешь прожить таким образом, что ты все, ты, все, ты, все, ты, и взять ответственность за создание на себя, ты можешь иметь другую жизнь. Жизнь меняется. Ты можешь иметь другую продолжительность жизни, ты можешь иметь здоровое тело, у тебя другие возможности. Да, этот маховик очень медленно разворачивается, но он разворачивается. Точно так же, как и солнце разворачивается, и снова теплые дни разворачиваются. При этом в этих теплых днях уже будут грибы. И это прекрасно. У природы нет плохой погоды. Точно так же, как у человека нету зла в жизни. Есть только то, что дает ему счастье, если человек умеет это счастье видеть. Видеть. А видит он его действительно счастьем только тогда, когда он абсолютно искренен сам с собой. И если у человека есть нерешенная какая-то проблема, он действительно уперся в стенку и не знает, как ее решить, то человек должен быть готов услышать правду. Что любую проблему он создал сам. Вопрос зачем? Как? И изменить этот запрос на эту игру. Это все игра человека в чистое. И в этом есть благодарность боли. Той боли, которую человек считает, что ему, если ему что-то сказали, то, что ему не понравилось, ему обидели, ему больно. Так вот, и осознай благодарность этой боли, потому что это твоя возможность увидеть себя настоящего и развернуться. Либо продолжить дальше спать, когда ты начинаешь обижаться, обвинять. И пошел, и пошел дальше. Перевернулся на другой бочок и спишь. Что-то мы с тобой сегодня по жесткачу поговорили. При этом, смотри, не жесткач, мы прошли вот по самой сердцевинке, на самом деле, прошли. И сегодняшний подкаст очень даже глубиннейший. Очень даже ценнейший. Понимаешь, я не знаю, может, я нахожусь сейчас вот в таком состоянии, ну, осознавание своего запроса на игру в свое время, но у меня идет такое внутри состояние, когда я благодарна себе за этот опыт, но я сворачиваю эту игру, и я больше не хочу в нее играть. Вот я не хочу, я не хочу сюсюкаться, я не хочу боюкаться, я не хочу больше уделять внимание вот тем моментам, которые мне не интересны. Мне не интересна тупость. Вот, а это о ценности себя. Это о ценности себя. Я тоже это осознаю. Очень-очень глубоко осознаю. Это о ценности себя. Потому что на самом деле все, что мечется просто так, это все обесценивание. Когда мы стараемся... Это разрушение целостности. Залезть, да, да, да. Разрушение целостности. Смотри, вот есть растение. Это растение начинает взрастать. И вот есть агроном. И этот агроном приходит, и он не знает, каким должно быть растение. И он увидел вот этот вот отросток и говорит, о, я хочу больше таких растений. И он раз, его отщипнул. И есть растение, которое начнет как петуния там разрастаться, да. От этого, да. А есть растение, вот как... Которое? Как вот это африканское, которое семена заказала, да. Красивое, цветущее. И если ты его щекнешь, оно погибнет, оно сгниет, и ничего не будет. Вообще все пропадет. У тебя вообще ничего не будет. Так вот, понимаешь, когда я вижу вот этих вот недоагрономов, которые пытаются щипать, я понимаю, что на каком-то этапе это усиливает и делает из тебя петунию. Но есть момент, когда ты понимаешь, что сегодня ты сильнее агронома. Тебе агроном не нужен. Наташа, да. Наташа, это о знаниях. Это знание. Это когда ты глядя на человека, ты знаешь, что не надо сюда стучаться к этому человеку. А к этому знаешь, что можно. Вот это об этом. Это то, что очень ценно знать. И когда ты знаешь, какого-то... Наоборот, когда ты знаешь этот человек, к этому стучится, кому сразу закрыть дверь. Так я тебя про это. А мы с тобой на одной и той же с разных сторон спрашиваем. Да, я же тебе именно про это. Какого человека можно пустить в дом? Какого не надо. И это видишь сразу, заранее. Это об опыте и о знании. Да, ты мне все про дом. Потому что, когда впустила в дом, иногда впустила в мир. Да, потому что я знаю, я вижу, у меня опыт есть, у меня знаю. И я четко и ни разу не ошиблась. И тоже, какого человека брать, а какого не брать, нянчить, я имею в виду. То же самое, это опыт и знания. Я вижу, я сразу вижу. Ну, видишь, у меня очень долгая была вера, что у каждого человека есть шанс. Не у каждого. Вот не у каждого и все. Прожито на собственном опыте. Завершено. 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 Субтитры создавал DimaTorzok